Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! Ежегодно православные верующие отмечают большой праздник – Крещение Господне, день, когда Сын Божий принял таинство в реке Иордан. Начало праздника приходится на 18 января, Крещенский сочельник. 19 января православные отмечают сам праздник – Крещение Господне, и длится он до 27 января. Все эти дни в храмах звучат молитвословия, посвященные Крещению Иисуса Христа. Как я уже говорила, праздник всегда отмечается 19 января. В 2022 году он выпал на среду. Вода в проруби на Крещение считается священной, способной очищать души, тела, а также исцелять от любых болезней. Крещение относится к числу древнейших христианских праздников. Отмечают его еще со времен апостолов. В этот день Церковь вспоминает события и жизни Иисуса Христа. В 30-летнем возрасте он пришел к Иоанну Претечи, чтобы тот крестил Сына Божьего в реке Иордан. Иоанн считал себя недостойным такой чести, но Иисус сказал, что такая Божья воля. Иоанн провел таинство и получил за это прозвище «Креститель». Во время обряда на землю с небес сошел Святой Дух в форме голубя и указал, что Иисус – это Сын Божий. После крещения Иисус осветил воду реки Иордан. Обрядом своего крещения Иисус показал, что все равны перед Богом, даже Сам Спаситель. Праздник крещения имеет свои традиции, среди которых обряд освящения воды. Перед храмами обычно продают венички из трап, мелиссы, мяты, полыни и других. Праздник крещения Веничками из трав миряне окропляют свои дома и квартиры, обмочив их в святой воде. Замечено, что освященная вода хранится весь год и не портится. Считается, что освященная вода может успокоить маленького ребенка, а также поможет утолить боль и избавиться от болезней, если ее регулярно пить. Кроме того, освященная водой брызгует по углам дома, чтобы его очистить от плохой энергетики. Особенным свойством святой воды является то, что добавленная даже в небольшом количестве к воде обычной, она сообщает благодатные свойства и ей, поэтому в случае нехватки святой воды ее можно разбавить простой. Святая вода – не магическая панацея, она имеет силу, только если в нас живет вера, покаяние, смирение и милосердие. В церковном уставе у Отцов Церкви День Крещения Господнего Богоявления называется также Просветлением, праздником Света, потому что Бог есть Свет и явился просветить сидящих во тьме. А сейчас вы можете наблюдать, как проходил праздник Крещения в Свято-Покровском монастыре города Харьково. Продолжение следует... А на сегодня, друзья, я буду с вами прощаться. Желаю всем мира и Божьей благодати. Будьте здоровы и счастливы и до новых встреч на нашем канале.